Дэнни Вильнёва называет последней надеждой Голливуда. Звание достаточно громкое и ответственное. Поэтому в этом видео предлагаю пройтись по пяти фильмам канадского режиссёра, в которых можно проследить его становление, и которые отлично демонстрируют его разноплановость. Приятного просмотра. 32 августа на Земле. Начать хочется именно с этой картины, которая, к слову говоря, является дебютной работой режиссёра. В 1998 году лента приняла участие на Каннском кинофестивале в разделе «Особый взгляд», а также была выбрана в качестве канадской заявки на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Правда, в шорт-лист не попало, но, согласитесь, достаточно мощный старт для дебютанта. Употребление кофе после вакцинации даёт какие-то побочные эффекты? Нет. Картина смотрится на одном дыхании. В ней чувствуется сильное влияние французской новой волны и, в особенности, режиссёрские приёмы Гадара. Примечательно то, что сам Дэнни Вильнёв родом из Квебека, поэтому его первые фильмы преимущественно на французском языке. И только в начале 2010 года он станет снимать на английском языке. Но об этом я расскажу чуть дальше. А пока подытожим тем, что фильм «32 августа на Земле» стоит того, чтобы посвятить ему свой вечер. В 2013 году Дэнни Вильнёв снимает около голливудское кино с Джеком Джиллинхоллом в главной роли. Враг. Ты ведь не ходишь в кино, да? В кино? Да, ты не смотришь фильмы? Свободное время. Не знаю, я не... Я не... Я не любитель, я... Я не очень люблю кино. Фильм является экранизацией романа «Двойник» португальского писателя Жозе Сарамага. Лента получила в целом положительные отзывы критиков, причём многие сравнивали стиль и атмосферу фильма с работами Дэвида Линча. Если вы захотите посмотреть этот фильм, то будьте готовы к тому, что придётся окунуться в достаточно сложный психологический триллер о внутренних страхах героя. Мне просто нужен совет, мам. Тебе не нужен совет, я не хочу больше слышать об этом. Ты мой единственный сын. Ну а я твоя мама. У тебя хорошая работа, неплохая квартира. И раз уж мы откровенны, пора уже перестать строить иллюзии насчёт актёрской карьеры. Убийца. Под настоящим крупный боевик, почти блокбастер, Вильнёв снимает в 2015 году. Это уже самый, что ни на есть голливудский фильм, где режиссёр мастерски раскрывает детективную историю и создаёт невероятный триллер почти в каждой сцене. Ты в Харасе бывала? Нет. Мы же в Аль-Пасе летим. Да, круто, правда. Ну да. Фильм вошёл в списки лучших фильмов года от разных изданий. Был выбран для участия в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар», что в очередной раз подтверждает высокое качество и мастерство режиссёра. Я чуть не отдалась убийце. А-а-а, он не убийца. Хотел выяснить, что ты знаешь. Ему нужны мы, а не ты. «Прибытие» — это первый научно-фантастический фильм Вильнёва, снятый в 2016 году. Сценарий фильма основан на рассказе «История твоей жизни» американского писателя Теда Чана. У меня проблемы со словом «пришельцы». Там стена, вроде стеклянной, к ним не подойти. «И как они выглядят?» «Скоро увидите, одевайтесь». Многие отмечают, что именно «прибытие» открывает, так сказать, действующий период в карьере Вильнёва. После его успехов на поприще драм, триллеров, боевиков, он перешёл к научной фантастике, при этом практически не изменив своему режиссёрскому стилю. Как по мне, отличный фильм. Рекомендую. «У них есть имена». «И как будем их называть?» «Я не знаю». «Я предлагаю Страшилы и Дровосек». Ну и, конечно же, как не отметить, фильм «Бегущий по лезвию» 2049. Фильм является частью большой медиафраншизы и логическим продолжением фильма «Бегущий по лезвию» 1982 года Ридли Скотта. «Ну и день. Да, это верно». «Почитаешь мне? Тебе сразу полегчает?» «Ты не любишь Набокова?» «Я вообще читать не люблю». Режиссёр сам признавался, что он снял данную картину, чтобы её не испортили. Достаточно самоуверенно, но сейчас, честно говоря, сложно представить, кто бы мог снять лучше. Лично мне кажется, что это была большая репетиция к главному проекту, на который Голливуд и делают большую ставку. Конечно же, это Дюна. Посмотрим, удастся ли Вильнёва изменить правила игры, как это сделали в своё время его кумиры французской новой волны. Хочется верить, что да. Время покажет. На этом я заканчиваю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И проводите время в компании. Хорошего кино. Я никогда не был так счастлив. Здорово. Субтитры сделал DimaTorzok